МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это уже даст определенный процент снятия напряженности. Владимир Волков провел личный прием граждан. Те дороги, которые в этом году, самые главные артерии, которые будут открыты, построены. Прошло первое совещание Союза промышленников и предпринимателей в новом году. Игра, я считаю, более-менее равна. Самое основное открыть счет для того, чтобы еще азарт был сильнее. Состоялся завершающий турнир сезона по хоккею. А теперь подробнее о всех событиях. В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств отчитались перед главой муниципалитета в проделанной работе. Подробности в материале моих коллег. За прошедшую неделю в межмуниципальное управление МВД России Люберецкая поступило более 2000 обращений. Из 30 уголовных дел, возбужденных за отчетный период, 25 раскрыто по горячим следам. Начальник полиции Евгений Романцев попросил обратить внимание на деятельность ночных кафе. В таких заведениях участились массовые драки. Я думаю, что после выборов президента надо первые собрать все торговые центры и вот эти кафейные заведения. И почему, на каком основании лицензии у них нет на ночную торговлю. Они работают, продолжают. То есть торговый отдел не проверяет. Давайте совместно проверим эти заведения. Отдельной темой на оперативном совещании стала работа Государственного фонда «Защитники Отечества», открытого в конце прошлого года в городском округе Люберцы по адресу Октябрьский проспект, 120, корпус 3. На сегодняшний день там функционируют три организации, которые выполняют обширный объем работы. Содействие в получении удостоверения ветерана и члена семьи погибшего, оформление мер социальной поддержки, юридическая помощь и содействие в получении выплат, реабилитация, психологическая помощь, содействие в предоставлении средств реабилитации, содействие в переобучении и трудоустройстве ветеранов, вовлечение в спорт, в том числе проолимпийский, увековечивание памяти, патриотическое воспитание, помощь в нашем семье. Участники совещания ознакомились с работой блоков ЖКХ и дорожного хозяйства, а также узнали об успехах люберчан на спортивной арене. Заключительный доклад был посвящен Масленице. Праздничные гуляния организуют на семи площадках, три в Люберцах и четыре в поселках. Старт мероприятий – воскресенье в 12.00. Прошла очередная встреча в формате выездной администрации. На вопросы люберчан ответили профильные заместители главы, представители управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. На этот раз собрание проходило в микрорайоне птицефабрика. Какие проблемы волнуют горожан, расскажет наш корреспондент. На встречу в формате выездной администрации с жителями можно получить ответ на вопрос любой направленности. Представители всех сфер округа готовы к диалогу. Вера Беликова проживает в доме 29 в микрорайоне птицефабрика. Она обратилась в блок благоустройства с вопросом ограждения контейнерной площадки. Мусор постоянно разбросанный. Здесь у нас на наших домах всегда стоят ветровые потоки. Этими ветровыми потоками этот мусор разносится. Контейнерная площадка стоит на выезде от дома 29. И мусор этот разлетается не то, что здесь по округе, он летит до подъездов соседних домов. Мы обязательно встретимся с этими жителями в ближайшее время. Мы проговорили, все сложности понятно. Конечно, новая застройка рядом. Жители беспокоят строительный мусор. Мы обязательно найдем это решение, примем. Они хотят, чтобы эта площадка была развернута. Пока проблем не видим, но определимся на месте. Вопросы к блоку жилищно-коммунального хозяйства. Жители дома 35 в птицефабрике столкнулись с завышением сом по оплате ЖКУ. Повышенный тариф распространяется на горячую воду и отопление. Тариф у нас был 2,4 и стал 3,4. Соответственно, из-за этого у нас две трети платежки – горячая вода и отопление. И платежи были в том году 9 тысяч рублей, а теперь они 13,5. Сядете, возьмете документы, мы все примем, свяжемся уже с областью. Посмотрим, что можно сделать для снижения. По итогам собрания глава Люберец дал ряд поручений. Ни одно обращение не останется без внимания и ответа. Узнать о предстоящих встречах можно на официальном сайте администрации или в социальных сетях. Анастасия Кладинова, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Для начала весеннелетнего пожароопасного периода осталось совсем недолго. В преддверии сезона лесных пожаров в Люберцах провели смотр спецтехники, которая будет задействована в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. О готовности округа расскажет Богдан Колесников. Перед стартом пожароопасного сезона каждый муниципалитет Московской области прошел тщательную проверку. Межведомственная комиссия, которая работает в Люберцах, ознакомилась с документацией о готовности сил и средств звена региональной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Значительную часть округа составляет леса. Имеется более 33 тысяч гектаров леса, занимаемым Малаховским лесничеством, Тавилинским лесопарком, в которых преобладают хвойные деревья, сосна и ех. Уточнены паспорта населённых пунктов, подверженных лесным пожарам. У нас таких шесть населённых пунктов. Это Лукьяновка, Сосновка, Торбеево, Овражки, Мирный Малахов. Для обеспечения пожарной безопасности на территории округа создан оперативный штаб. Силы и средства, планируемые к применению для тушения лесных пожаров и палосухой травы, проверила межведомственная комиссия Главного управления МЧС по Московской области. Мотоком, помните, у нас есть 25-й рукавчик, у вас есть постилка на низовых пожарах. Помимо Центра лесхоза, Комитета лесного хозяйства и пожарно-спасательных служб, в боевой готовности находятся объединённый комбинат благоустройства ЖКХ, ЛГЖТ, Люберецкий теплосеть и водоканал. На предприятиях сформированы добровольные пожарные дружины и аварийно-спасательные бригады. Мы можем воду брать из любого водоёма, который находится поблизости. В случае необходимости электрогенератор, который позволяет выдать 220 вольт. Помпа готова? Всё готово. Завести можете? Конечно. К работе в весенне-летний период на территории округа будут привлечены 44 единицы спецтехники и более 200 специалистов. В случае необходимости силы и средства привлекут из соседних муниципалитетов. Практика уже сложилась многолетняя, и сотрудники показывают себя очень эффективно, профессионально устраняют любые пожары. Также сегодня осмотрели новую технику, которая была закуплена по национальным проектам, поддержанным непосредственно президентом. И эта техника даёт, конечно, дополнительную возможность оперативно дотягиваться до тех самых сложных мест. По результатам проверок Междведомственной комиссии, городской округ Люберцы за подготовку к пожароопасному сезону получил удовлетворительную оценку. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Телеканал ЛРТ. Состоялась встреча сотрудников администрации с жителями. Вопрос на повестке дня благоустройства Томилинского лесопарка. На собрании также присутствовали и застройщики, которые показали предварительный план работ. Как изменения затронут парк, расскажем в следующем сюжете. Территория Томилинского лесопарка занимает более 30 гектаров и пользуется популярностью у жителей округа. Сейчас это не только зона отдыха, но и место, где проходит множество спортивных мероприятий. Наша идея была создать благоприятную спортивную зону на очень красивой лесной территории. Но чтобы там могли ещё отдыхать простые жители, мамочки с колясками, у которых, например, папа ездит на велосипеде. И чтобы любому человеку в этом лесу было комфортно и хорошо. В проекте предусмотрены дополнительные входные группы, парковочные места и установка малых архитектурных форм. Тренажёры, детские площадки, зоны отдыха, трибуны, спортивные трассы и кафе. Всё будет выполнено в деревянном стиле на металлических каркасах. Сам проект замечательный. Если дополнить там те пожелания, чтобы были места, где мангалы можно разжигать, то есть, чтобы не хаотично разжигали эти кастры народы разный. Потом площадка для выгула собак и чтобы туалеты были. А так, в общем, очень хорошо. Проектировщики особое внимание уделяют и сохранению живой природы. Высокоэкологичные материалы не навредят окружающей среде. То есть, мы, допустим, один из примеров освещения, которое выключается в определённое тёмное время суток, чтобы, допустим, не стрессовали животных, которые в этом лесу живут. Либо используем твёрдое покрытие, гранитный отсев, который пропускает воду, чтобы, допустим, корневые системы не были там забетонены, просто намертво, и деревья продолжали жить. После встречи все изменения и пожелания внесут в проект. Сами работы по благоустройству начнут уже в этом году. Анастасия Кладинова, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. На вертолётной улице открылась новая подстанция скорой медицинской помощи. Бригады медиков теперь могут полноценно оказывать жителям квалифицированную помощь не только стационарно, но и амбулаторно. А главное – оперативно. О работе Зенинского поста Люберецкой скорой расскажем в сюжете. В микрорайоне Зенина и ближайших населённых пунктах проживает более 50 тысяч человек. Наличие здесь своей подстанции скорой помощи крайне необходимо. Чтобы бригада могла вовремя приехать на вызов, место её расположения на вертолётной улице выбрали не случайно. Очень выгодное положение, потому что можно очень быстро добраться до Матюкова, Машкова, Марусина. Также выезд Краскова, Коренёва. Штат укомплектован. На первом этаже расположена диспетчерская, кабинеты старшего врача смены и амбулаторного приёма. На втором и третьем этажах – помещение для хранения лекарств, комнаты отдыха, кабинет старшего фельдшера и конференц-зал. Все комнаты и производственные помещения, технические помещения – всё очень качественно выполнено. Четыре автомобиля скорой медицинской помощи класса «Б» были переданы. Рядышком находится современная поликлиника, поэтому если вдруг в вечернее время или в выходные дни у нас всегда медик на подстанции находится, люди могут обратиться самостоятельно за медицинской помощью. Поликлиника была очень долгожданная, но у застройщика были обязательства по реализации второго проекта – это новое отделение скорой помощи. Машины стоят на заднем фоне абсолютно новые, оборудованы всей необходимой электроникой, всеми необходимыми средствами для оказания первой медицинской помощи. Автомобили оснащены дефибрилляторами, аппаратами искусственной вентиляции лёгких и ингаляционного наркоза, электрокардиографами и другим оборудованием, необходимым для оказания медицинской помощи на месте вызова и во время транспортировки в больницу. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Телеканал ЛРТ. В этом году в Люберцах ожидается открытие 14 социальных учреждений. Первый объект – дошкольное отделение 24-й гимназии – уже распахнул двери и принял под своё крыло маленьких воспитанников. Наша съёмочная группа побывала в новом детском саду и готова показать его. Мне здесь нравится и здесь очень уютно. С этим тяжело не согласиться. Просторные светлые помещения, уютные комнаты для отдыха и игровые с самым современным оборудованием. В новом детском саду себя чувствуют комфортно и малыши, и воспитатели. Садик огромный, очень просторный, в светлых тонах, что очень хорошо влияет на психику детей, то есть даёт спокойствие. Есть очень много современного оборудования, что позволяет нам заниматься с детьми более качественно, то есть дать им больше возможностей для усвоения материала. Пока дети и педагоги осваивают новый детский сад, в музыкальном зале первый праздник в честь его открытия. Поздравления принимают те, кто строил и ждал этот объект образования. Микрорайон очень динамично развивается, молодой, в основном это молодые семьи. Конечно, всем будет дополнительное время, чтобы заняться своими бытовыми делами. Работа – это, конечно же, очень важно. Огромное спасибо педагогам, так как на конечном этапе уже принимали объект, подготовили его, конечно, коллектив в дальнейшем уже наполнен смысловой нагрузкой. Всё это учреждения, конечно же, будут отдавать свою любовь, знания нашим детям. Детский сад рассчитан на 350 мест. Его смогут посещать дети от 3 до 7 лет. В их распоряжении 14 групп, у каждой своя индивидуальная игровая площадка. На данный момент мы готовы принять уже 150 воспитанников. Мы учитывали пожелания родителей и в первую очередь работаем с теми детишками, которые в силу своих возможностей ездят в другие детские сады. То есть в первую очередь это детишки, которые уже посещают, ну и, соответственно, очередь, общая очередь, которую распределяют. Новый детский сад ждёт детей и приглашает на работу воспитателей. С 1 апреля до школьное отделение 24-й гимназии начнёт функционировать полный день. Сейчас у малышей адаптационный период. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Глава городского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Волков провёл личный приём граждан. Встреча прошла совместно с коллегами из администрации в местной общественной приёмной партии. С какими вопросами обратились жители, расскажем в сюжете. В начале встречи глава округа вручил грамоту Наталье Абориной, генеральному директору благотворительного фонда «Сердце детям». За помощь и активное участие в мероприятиях, направленных на поддержку участников специальной военной операции. Вы делаете, но и дальнейшее только продолжать. Мы чем можем, будем помогать, содействовать. Спасибо вам. На приём к Владимиру Волкову пришла жительница Люберец Анна Мороз. Её муж погиб во время спецоперации в сентябре 2022 года. У Анны двое детей и до сих пор она не получала социальные выплаты. Помощь не оказали даже в военкомате. Я как семья погибшего обратилась в военкомат. В военкомате меня, так как муж погиб, получается, в Горловке, отправляли в военкомат в Горловку. И я два раза каталась в Горловку, с Горловки сюда. Я ездила, был съезд депутатов у нас в 28-й школе в Люберцах. И познакомилась с Мариной Владимировной, рассказала свою ситуацию. И сразу же в военкомате приняли мои документы. Направили от военкомата запрос в Горловку, плюс в комиссию, которая создана в ДНР и ЛНР, для постановления всех документов, и понять вообще когда, что, где. Второй вопрос от жителя посёлка Малаховка. Парковку на территории Академии физической культуры по улице Шоссейная сделали платной. Из-за чего не осталось места для стоянки машин с жителей. Это у нас шлагбаум, мгавка. Пришёл новый ректор. Раньше парковка была бесплатной, потому что люди приезжали, кто тренировался, кто учится, абонента не оплачивали, аренду как бы всё. А теперь он сделал ещё и парковку платную. Попробуем переубедить, чтобы она была бесплатной. Это уже даст определённый процент снятия напряжённости с парковкой. На каждое обращение ответ жители получают здесь и сейчас. Личные встречи с главой городского округа Люберцы проходят ежемесячно. С графиком приёмов можно ознакомиться на сайте местного отделения партии «Единая Россия». Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В администрации Люберец состоялось первое совещание Союза промышленников и предпринимателей в этом году. Участники подвели итоги работы, наметили планы на будущее, а также обсудили методы привлечения новых кадров. На встрече присутствовала наша съёмочная группа. Один из важных вопросов на повестке дня – помощь участникам спецоперации. На совещании Люберецким предприятиям вручили грамоты за оказание поддержки военнослужащих. Эти фирмы отправляют не только камеры и переносные аккумуляторы, но и строят специализированные кухни для полевых условий. Мы выпускаем все типы полевых алгорей для питания военнослужащих. То есть мы освоили полевые пекарни, полевые кухни. И объём производства должен быть в этом году настолько большой, что реально просто людей не хватает. На обсуждении присутствовал и глава городского округа Владимир Волков. Вместе с участниками «Круглого стола» обсудили строительство дорог, которые помогут в привлечении новых компаний и облегчат передачу продукции. Те дороги, которые в этом году, самые главные артерии, которые будут открыты, построены, это М5 Урал, Октябрьский проспект, Рижанское направление от Латкаринского моста, так называемого, от посёлка Мирного и до реки. Дорога наша основная, и многие компании готовы прийти дополнительно в Люберце, хотя у нас потенциал производственный, запрос на новые площадки велик, и у нас существует даже определённая очередь. Завершающим вопросом была нехватка кадров. По итогам встречи участники дискуссии пришли к мнению, что можно привлекать к производству и начинающих мастеров. В первую очередь для этого увеличат количество целевых мест в высших учебных заведениях. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В школах Подмосковья прошла неделя добрых дел. Это инициатива, которую предложили волонтёры и школьники, а глава региона Андрей Воробьёв её поддержал. Городской округ Люберцы тоже стал участником областной акции. Как она проходила в лицее номер 15, покажем в следующем сюжете. Этот процесс очень интересный. Нам надо через одну клетку. Вот. Вот. Вот так. Направо, налево. Свободное от учёбы время воспитанники 15-го лицея проводят именно так. На переменах или после уроков плетут маскировочные сети. К ним подключаются родители, волонтёры, педагоги. Такой большой дружной командой создают важнейший атрибут, без которого не обойтись на поле боя. Для меня это много чего значит, потому что это помощь для военных в СВО. И это очень хорошая работа. Тем более я являюсь волонтёром ещё. Можно за час справиться вот, к примеру, с одной вот такой сеткой или даже с двумя, если постараться. Дети помладше тем временем пишут письма солдатам. Послания с наилучшими пожеланиями они дополняют рисунками. А в соседнем помещении готовят ещё один презент для защитников – имбирные пряники. Сладкие подарки непростые, украшены в цвета российского флага. Мы берём пищевые красители, закручиваем здесь вот и нажимаем. Очень много таких добрых дел с малого возраста. Прививаем детям любовь к родине. Все знают, где находятся наши бойцы. Все знают, какие шаги предпринимаются для нашей победы. И, конечно же, все те дети, у которых папа, брат, дядя, кто-то из родных находится на территории СВО, ждут их домой, ждут с победой. Поэтому вот эти такие тёплые детские подарки очень важны для наших бойцов. Добрыми делами в 15-м лицее занимаются не только в рамках областных проектов. Патриотические акции, направленные на поддержку участников СВО, уже давно стали неотъемлемой частью школьной жизни. Были сегодня мастер-классы по оплетению сетей, которые в последующем будут переданы для участников СВО. В них принимали участие в этих мастер-классах наши родители, волонтёры, которые действительно занимаются этим с самого начала специальной операции. Очень рады мы, что они привлекают наших детей к этим мастер-классам. В лицее и патриотическая атмосфера, и праздничная. Неделя добрых дел совпала с Масленицей. В программе песни, танцы и, конечно же, блины. Юные повара пекут их прямо здесь, в школьном буфете. А уже после этого праздничное чайпитие за большим столом. Луиса Эйгия, Зарян Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Региональный оператор по вывозу и утилизации отходов «Эколайн Воскресенск» в Международный женский день подготовил для жительниц Подмосковья сюрприз. Как водители удивили люберчанок, расскажем в сюжете. Здравствуйте. Поздравляю вас с 8 марта. Всего вам наилучшего. Спасибо огромное. Первый раз. Неожиданно, но приятно. 8 марта сотрудники «Эколайн Воскресенска» встречали люберецких женщин в белоснежных перчатках и корзинами со сладостями. Праздничную акцию инициировали сами водители мусоровозов. Каждый день сюда приезжаем на мусорную площадку, много видим женщин, девушек. И в честь праздника решили сами сделать подарок им. И решили назвать нашу праздничную акцию вместо слов «Подарок». Конечно, мы поддержали акцию. И самое главное – дарить людям тепло, заботу и внимание. Каждый день они вывозят сотни контейнеров, поднимают на себе, если нужно, тяжелый груз. Приезжают в самые-самые сложные, труднодоступные места. Но при этом они у нас очень творческие ребята и очень душевные. В женский день жительницам Подмосковья вручили более тысячи сладких подарков. Региональный оператор провел эту акцию впервые. Теперь она станет ежегодной. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Любительские команды по хоккею боролись за кубок округа. Встреча между спортсменами прошла на льду Наташинского катка. Этим турниром хоккеисты завершили игровой сезон. Там работала наша съемочная группа. На льду две команды – Наташинский каток и Люберецкая УВД. Первый период закончился со счетом 0-0. Но уже в середине второго игрок Наташинского катка под номером 23 Максим Пригожаев вывел команду вперед и открыл счет. Игра, я считаю, более-менее равная. Вот составы. Самое основное – открыть счет для того, чтобы еще азарт был сильнее. Сейчас команда начнет прессинговать, отыгрываться. Мы будем тоже, скажем так, игру не сушить, тоже на контратаку попытаться удвоить преимущество. Остальное все, в принципе, на должном уровне проходит. В составе команд единомышленники и трудовые коллективы. Спортсмены играют три периода по 15 минут без применения силовой борьбы. Первая игра закончилась с равным счетом 2-2. Хоккеистам назначили серию буллитов, в которой победу одержали игроки Люберецкого УВД. Мы рады первой нашей игре, первой победе. Будем достойно дальше так же продолжать. Ну и, в принципе, все хорошо. Первый тайм, естественно, боролись. Второй тайм мы что-то упустили где-то. Потом, естественно, в третьем тайме поднажали. И все вышло, как и должно было быть. Всего в турнире за кубок сражались три команды. Каждая сыграла по две игры. Победу одержали игроки Наташинского катка. В серии они взяли четыре очка. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Во дворце спорта «Триумф» прошли кубок Московской области и региональные соревнования по УШУ в дисциплине «Саньда». За финальными поединками наблюдал Богдан Колесников. На соревнованиях 150 спортсменов из 10 округов Подмосковья. Люберцы представили 25 человек. Кирилл Нементов занимается боевыми искусствами полтора года. За это время научился многим приемам и овладел техникой боя. В этом бою победа между спортсменов в синей экипировке. Нементов Кирилл Люберцы. Соперник был сильный, он хотел побороться. Но я не люблю бороться, поэтому я его бил. И давал себя бороться. Я своих сил, я не сомневался. И спасибо моему тренеру, который научил меня это. Много новичков выставляем. Опыт, опыт. Некоторые первый раз выходят у нас. Это наши юные в основном спортсмены. 7-8 лет. Это хороший опыт для всех, мне кажется. Зрелищный поединок показал и Николай Киселев. Спортсмен, приехавший из Видного, уверенно держится на помосте и готов дать отпор любому противнику. Ну, первый соперник был тяжелый. Он много раз разбил мне ногу, потому что бил лоу-кики. Но со вторым я справился. Я думаю, я его выиграла благодаря своей физической форме. Раньше я занимался также ушу, только тоулу. Это тоже вид боевых искусств. Но там ты не выходишь один на один. Ты выходишь на ковер и делаешь определенный комплекс упражнений. А в дисциплине саньда соперники уже сражаются лицом к лицу. Здесь разрешены броски и ударная техника руками и ногами. Многие увлеклись этим боевым искусством, чтобы не только иметь хорошую физическую форму, но и уметь постоять за себя. Наша основная задача, чтобы победил сильнейший. Это основной спортивный принцип, который должен проявляться на каждых соревнованиях, но только на наших. Здесь участвуют в основном молодые ребята 12, 13, 14, 15 лет, которых мы отбираем уже для дальнейших стартов на более крупные соревнования. Первенство России скоро будет. У нас уже сформировано сборная Московской области. И большую ее часть составляют воспитанники Люберецкого клуба единоборств «Кобра». В начале марта пятеро спортсменов городского округа в составе сборной России участвовали в международном турнире. За призовые места боролись тысячи ушуистов из 12 стран. Все люберчане вернулись с наградами. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Гибкость, красота и грация. Во дворце спорта «Триумф» состоялось первенство по художественной гимнастике. Своё мастерство и спортивные результаты продемонстрировали участницы со всего Подмосковья. Затем, как юные спортсменки состязались в изящном бросании булав, лент, обручи и мячей, наблюдал наш корреспондент. Последние наставления ученицы перед выходом на ковер. Анна Смирнова, каждый подбирает индивидуальный подход. Перед выступлением спортсменок одна из главных задач тренера – поддержать воспитанниц и не показывать своего волнения. Очень переживательно. Хочется выйти вместо них, конечно, помочь им как-то. Но надо сохранять хладнокровие, чтобы они чувствовали, что я уверена в них, не нервничала, не переживала, чтобы им было спокойней. Ульяна Логинова – ученица Анны Смирновой и представляет городской округ Люберцы на первенстве. Свою программу со сложными элементами она исполнила чисто. Ежедневные многочасовые тренировки помогают оттачивать мастерство. Осталось дождаться оценок судей. Я думаю, я выступила хорошо. Но я выступаю не первый раз, уже выступаю второй. И для меня это отличный результат. На соревнования приехали более 300 гимнасток из разных городов Подмосковья. Злата Андриенко. За ее плечами множество выступлений и призовых мест. Вот и на этом турнире она не планирует понижать планку. Я очень хочу выиграть первое место. Я выступила хорошо, есть некоторые ошибочки, но так понравилось. Волнение есть, но я потом прихожу на тренировки и исправляю. Первенство по художественной гимнастике в Люберцах проводят ежегодно. Программа поделена на две категории – индивидуальная и групповая. Участие принимали спортсменки в возрасте от 5 до 17 лет. Сегодня у нас есть четыре бригады, которые оценивают гимнасток. Первая бригада – это бригада, она называется ДБ, где мы смотрим элементы тела. Вторая бригада называется ДА, где мы смотрим элементы предмета. Третья бригада – это артистической ценности, как гимнастка красиво двигалась, музыкально, не музыкально. И четвертая бригада – это сколько было сделано ошибок во время упражнения. Среди участниц, которые заняли призовые места, проходил отбор на следующий конкурсный этап первенства в Московской области. А также организаторы подготовили подарки и призы для всех участниц. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше интересных новостей можете искать в наших социальных сетях и у нас на сайте ЛРТ.ТВ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова